А знаете, друзья, почему я затронул тему ураганов, которые являются не просто нормальным явлением, а все-таки их все больше, больше и больше. Вот что страшное. И отсюда возникла проблема с собой и как выживать городам. И все. Вспомните полностью сгоревшие поселки. Вот. Ну а мы, у нас конкретный вопрос волнует сады. Вот если сгоревший поселок это видимая меру слезы, то уничтожены ураганами сады, выломанными напрочь, с корнями вывернутые, по прививку переломанные. А это невидимая мера слезы. Вот. Об этом не знают, не догадываются и не хотят знать те, кто учат делать искусственную форму кроны. Не понимая, что если бы хотя бы вот это действительно добавляло урожай, отрезая ветки добавить урожай. Не укладывается, а люди верят. Миллионы людей каждую весну вот само собой. Вот. Наберите летние обрезки. Сотни тысячи. Вот. И все учат, как лезут рядом. Осенние обрезки. И опять сотни тысячи. И зимнюю тоже еще. Вот зимой прям раз. Это как взять дом. Жилой дом. Где жил? Дети, старики. Все. Разобрать кровлю. Вынуть эти самые законные проемы. Открыть дверь. Оставить открытую. Вот. Вот. Вот это и будет. То, что с деревом делают. Калечат. Вот это я хотел сказать. Невидимые миру слезы. Потери. Вот в этой хакасской. То, что случилось в Хакасии. Хватит два-три дня назад. Потери в садах. Я не вижу. Я знаю. Потери страшные. Вот так вот. Значит, надо перестраиваться все. Переделывать все. на Железовский лад. Потому что. Если бы об этом твердило. 5-10 секунд. Надо бы сказать. Мы. Но если на всю страну. Только один нашелся. Кто защищает деревья. Вот. Да. Потом появляются такие ребята. Как вот. Николай. Из Подмосковья. Видели. Два фильма создал. Простым языком. Простым ребятам. Но. пока этот голос практически не слышен. Это клуб. Это десяток человек. Да и здесь нас не так много. Так. Железов. Брат. Здравствуй. Данила. Привет. Из Солнечных Акасии. Абакан. Арсен Кострома. Привет. Учитель. Здоровья и терпения. Так. Не дождитесь. Наталья. Доброе время. Здравия. Набережная Челуица. Татарстан. Юлия Мельникова. Привет. Вот она наша. Это. Уже все. Теперь она уже наша. Юлия Мельникова. Юлия Сергеевна. Вот. Хотите ей помочь? И себе? Это такой редчайший случай. Когда вам задаром по 700 рублей Нет. 800 уже прошло. По 800. По 800 десяток уже как бы застолбили. Вот. По одному-дому высылать не может. Вы же постарайтесь. Есть такой принцип. Знаете, как он называется? Займи да выпей. Так и тут. Займи да санто без печь. Потом поймешь, что это тот самый выигрышный билет. 100% до выигрышный. Еще раз. Опять только про персиков услышал. Вот она уже с логикой полсотни. Самое легкое на свете это вырасти до полношения персиков. Да. Есть проблемы с абрикосом. С яблами есть проблемы. Изувечивала хакасия яблами. И они погибли миллионы. Вот. Когда пришла беда. Яблами, которые не подходили с секатором, живы. Вот. Которыми мы отрезали. Мертвые иммунитета нет. Они ничего не могут никому противостоять. Вот. Что беда? Вот. Так. Алексей Чувашев. Добрый день. Колесников. Доброго вечера. Так, Антон. Значит, дело в очередь. Я хотел на твём примере, но, как всегда, не хватило ни времени, ни сил. Итак, мне понравились три фотографии. Их несколько десятков. Вот. схватаешься за всё. Всё у тебя вроде бы получается. Я хотел на твоём примере. Вот. Представим себе уникальные сады. Алексейка. Мезинов. Значит, Козел. Макаров. Вот. И так далее, и так далее. Представим себе. Я, как там, написал слово «волонтёры». Вот. А ещё я написал слово «вольноопределяющиеся». Но подскочил эту тему, потому что решил отдельно поговорить. Итак, когда-то была возможность заявить о себе людям. Дело в том, что профессия, когда человек идёт, он даже не знает, что с него получится. 99% что ничего. Так. Ну, ничего. Ничего. А сотый становится гением. Становится открывателем, там, изобретателем, там, прочее, прочее. Вот. Гениальным человеком. Так бывает. А вначале все одинаковые. А есть такая категория людей, которые, казалось бы, ни с какого боку. Он пекарь, аптека. Он кем угодно может быть. Я же говорю, хирург, который делает уникальные операции, ювелирные, может загубить свой сад, потому что всё особенно. Взял пилу и пошёл резать лишние ветки. И это может быть. Я считаю, что настало время привлечь, так как пошла Первая мировая война, тогда появилось понятие вольно-определящие. он студент, которого гормоны играет. То есть не то, что построить охоту, но он считает, что надо страну защищать. Он клерк. Он служащий, который за нищенскую зарплату. Да пойду-ка я на фронт. Некоторые возвращались к генералам. Это было две касты. Каста генералов, которая от рождения генерала, отец-генерал и дед-генерал. А была другая каста, которая талант полководца. Они были всегда. Вспомните этого дважды героя Советского Союза. Сейчас скажу, скажу, скажу. А как пока бухгалтер стал одним из выдающихся военачальников Второй мировой войны. Бухгалтер. Не было войны? Закончил жизнь бухгалтером. И так многие. И вот я просто думаю что то же самое. Есть такие, как Колесников. Фамилию я назвал только сейчас перед ним. Он как бы кандидат в эту команду. Нужно, чтобы кто-то нас услышал и таких людей а списки дам я дам телефоны, дам адреса. Все. Носите с меня как с этого. Человек, который все знает. И всех знает. И ближайшие. Это может быть в высоте испытательного участвования. Это может быть институт не и. Это может быть уже босс и учат студента. Ведь как бы я плохо не относился потому что он забыл меня даже упомянуть Ваулин. То есть все славы себе присвоил а выступил как бы с этим с сенсацией. Значит все было бы гораздо проще и если бы он привлек меня уже как больно определяющийся. И так было. У меня даже справка была такая что я работаю от имени института. Но не хватает пустяка. Кто нас кормить должен. Ведь если я принес институту какую-то пользу я принес институту ему и с его институтом вот эта сенсация вот эта у его соседей 500 грамм с дерева 300 грамм с дерева помните? А здесь 50 килограмм с дерева было? Смотрели это же не я это с его работой? Это все правда? И тогда что получается? Получается что? Возьмите меня на кошечку или как это самое? В данном случае меня уже в вас не нуждаюсь ладно? Почему? Потому что возьмут на кошечку отчеты составлять? Значит двойная это первое берется крупное учреждение вот как тот же Челябинский госуниверситет Красноярский госуниверситет вот чтобы Елена Александр не сажался выращивала а чтобы она от имени университета курировала бы и Сергея даже я бы не обиделся если бы сказала приехала ко мне похлопала мне по плечу это свысока Елена Александр и сказала Константинович вот как ты меня дочкой зовешь извини теперь я курирую ваш сад вот я бы не обиделся я бы сказал это для меня часть что госуниверситет заинтересовался моим садом вот и мы вместе бы работали но у нее хотя бы была бы профессия и не надо ее самой 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 саженцев не ее это не саженце это дело люди уровня это то же самое что как бы есть такое выражение этим микроскопом надо забивать гвозди нет микроскоп должен быть микроскопом а для гвозди есть молоток попроси устройство его и вот тогда по всей стране если будет на то воля Божья потому что кто-то когда-то должен же понять что нам нужно выращивать сады на уровне райского сада а для этого надо соединиться с наукой у них хоть какие-то деньги есть а что лишний рубль помешал бы этого Макарову или этому самому или Алексейка а вы представляете какая была бы поза от Алексейка если бы он зарабатывал не то что выросил 100 или 200 саженцев и продал еще с трудом а поставили задачу институт такой-то где он там живет в Селябинске на Селябинске пульсу не стоит отвечать а ведь там же чуть и плечи у меня вы видели там же априкосы мы это зеленый отвечает за северную шелковище вот так вот а много пользы было от моего друга тушуна плота когда он вынужден был содержать частный питомник а я северники брал для питомников ответ очевиден ладно идем дальше не знаю хорошо я сказал нехорошо но таких как Антон когда посмотрел на его полеграфию у меня сердце замерло это же готовый специалист но не все ученые а вы понимаете вот это вот долгая упорная много десятилетняя работа только сердцами привела к тому что они объявили что сердце вырастает дичьки прививать надо добиться сделать 4-5 поколений а потом уже тогда косточки взятые с привитых деревни дичают это открытие мировое извините что кто-то когда-то должен это понять а такие как Антон Колесников Картазе как наши ветеран у нас ветераны езда для готовых специалистов для не для вузов для ксу дайте людям заработать хотя бы на своем таланте так сколько можно 244 вебинар ты присутствуешь это я ворчу шутя Николай всем доброго удачи всем добра и света Соловьев Тюмень Емельянова Елена добрый вечер Сафин здорова Свинин привет Михаил я тебе что-то обыслов скажи сколько они шли если я ничего не напутал у меня памяти нет Татьяна Капсово Собор здравствуйте так ну-ка наконец нормальное письмо хочу и черешни и шелковица Капсово Собор Будет ли у нас жить наши корректации с бобном нужны чтобы расслуживать ну че походите посадят с бобном еще будет у некоторых садоводов есть черешни только в укромной форме ой черешня гигантское дерево 6-8-10 метров в укромной форме да я про укромную форму знаю современ когда дружил Царство Небесное Чернышов он Черный и Саратовская это самое зональной станции он даже статьи писал на эту тему кришательного хозяйства мне сразу не понравилось шелковист гигантик как засынуть под снег вот или украине оформление взятие снег но тогда он все рекомендовалось к роде знаете какие маты из этих сейчас скажу делал на трассе маты маты то что растет на болотах как это да старее мне некоторые слова а камышо вымяты вот то есть можно было не взять а воин снега но такие могут но много там сервисы не вырастешь но я пошел другим путем прививки на сибирску старую вишню это мощные деревья растут не остановишь потом смотрю как птицы едят хорошо что мне косточки сбрасывают одноразлично это меня с ними мерить 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 мерить